Видео журнал горячий мастер представляет сруб дом старые ошибки новых застройщиков Когда я встречаю на своем пути такие вот сложные срубы на которые люди потратили большие деньги которые выполнены конечно с достойным качеством Я всегда понимаю о том что кто-то хоронит свои деньги и хотел показать вам как же этот сруб может выглядеть и выглядит на самом деле сверху Мы видим жуткое переплетение сруба всевозможных стен из бревен внутренние перегородки Я уже очень много говорил о том что так делать не стоит и ссылку на это видео вы сможете найти в описании Но вы сами посмотрите что же наплели заказчики в этом срубе и что же они хотели получить в итоге Хотелось бы уточнить наплели не клиенты а наплели те кто производит сруб Задача производителя продать как можно больше кубатуры даже той кубатуры который в общем-то к этому дому и отношения не имеет Лишние стены перегородки из сруба это просто действительно трата денег и нарушение некоторой технологии строительства подобных домов Хорошо этот дом строится на юге и в нем фактически не важно если щели хорошо ли он осел продувает его или нет Но если подобным же путем идти в тех местах где бывает суровая зима то вы просто будете жалеть о том что связались с подобными работами Связались с тем что у вас масса внутренних перегородок которые в итоге мешают правильно дому оседать и уплотняться на пакле или еще на каких видах уплотнителя Что вы там уже поручите своим работникам укладывать Если посмотреть повнимательней то можно понять а что же за маленькие клетушки выгоражены в подобном срубе Что это либо туалет либо тамбур и обязательно чтобы это было все из цельного бревна ну или если даже это будет из бруса Что это как говорится меняет все вот эти лишние сопряжения лишние врубы вот этого бревна выходящие на улицу для чего это нужно Во-первых это не только усложняет работы во-первых это возможность отдать клиенту отходы от производства срубов нормального размера То есть все обрези можно так аккуратно скомплектовать и отдать кому-то что там у него получится И я вот это вот фото вам показывал много раз когда просто масса бревна расположена внутри дома совершенно ни к чему И опять же мы сталкиваемся с тем что очень много людей спрашивает как нам построить дом из бревен чтобы все было внутри тоже из бревен Но в то же время они хотят чтобы внутри бревна были не круглые а так сказать стесанные И мне позволили использовать некоторые фото наши клиенты которые стесали свои стены внутри И получилось так что сруб был выполнен вручную ручной рубкой И в таком случае при стесывании открылись все вот эти неравномерности прилегания бревен Верх лежащих к низ лежащим И открылись огромные полости которые всю идею красоту вот этого внутреннего вида этого сруба убили напрочь Просто когда стесывали не увидели что открываются вот такие вот ужасные щели Этого делать совершенно не нужно и нужно понимать как это будет выглядеть в итоге Обратите на это внимание Также все вот эти вот лишние элементы из бревен Из бревен, из анцеледрованного бревна, из просто из бревна, из бруса Которые вот так вот выходят какими-то непонятными балкончиками и элементами Они подвергаются гниению от дождя и таящего снега Также хочу еще немножко подробнее рассказать тем кто не будет смотреть ссылки в описании Чем вредят вот эти вот перегородки из бревна или бруса внутри дома Они внутри тоже влажные эти бревна И наружные стены, сейчас они розовые Они сохнут быстрее чем те которые вот внутренние перекрестия вот этого сруба Вот эти внутренние перегородки они сохнут медленнее И как раз вот эти внутренние перегородки держат весь сруб не давая ему правильно оседать А многим кажется что вот бревна нам привезли и бревна это натуральный материал Как говорится из леса экологичные и мы будем дышать в этом доме прекрасно Да не вы будете дышать прекрасно, а ваш дом будет дышать Будет дышать так что вы просто замучаетесь его отапливать Также надо опять же особое внимание уделять сборке сруба Я ничего не хочу сказать о том что ребята правильно или неправильно собирают сруб Но я хочу сказать что очень много инструкций в старых книгах Если вы не верите тем кто рассказывает в сегодняшних видео о том как собирать сруб Как вот его ставить на шканты или на геля Как их подбивать, углублять, из чего их делать Это очень сложная как говорится и в то же время простая наука Главное собрать массу информации И если все сделано правильно Если все выполняется правильными руками То и ваш дом осядет как следует Я видел работу этих парней которые строят этот сруб Собирают, наблюдал за ними несколько дней В общем то все в порядке Если не считать некоторых конечно же мелочей Которые на юге в том регионе где собирается этот дом Абсолютно не важны Даже если этот сруб где-то в чем-то не сойдется И где-то он не сядет до конца Но если этот сруб будет собираться в холодном климате То там уже мелкие огрехи или мелкие недочеты Скажутся в повышении стоимости оплаты Отопления этого сруба Этого дома Поэтому я вам предлагаю в конце этого Под этим видео массу ссылок На видео в которых я уже очень много рассказывал на эту тему И вы посмотрев эти ссылки Сразу поймете О чем я говорю Еще одна проблема которая закладывается При строительстве высокого дома Из сруба, бруса Хоть он оцилиндрованный Хоть просто бревна Самая главная проблема Это защита древесины от осадков Как вы его отделаете Вот посмотрите Был дом отделан Какой-то там краской дорогой Лаком Прошлифованы были вот эти вот брусья Чтобы все было красиво Но посмотрите как этот дом выглядит там Где широкие свесы его защищают Посмотрите Состояние идеальное То есть Прекрасная Красивая поверхность была Все было просто так сказать Сказочно Но так как Иногда дождь бывает Косой дождь бывает И просто сыро И вот эта стена Там где она Не защищена с весами Широкими По бокам дома На фронтоне И Лицевая Лобовая часть дома Она уже совсем не выглядит так вот Как то место Куда вода не попадает И Стоит понимать Что сруб Если вы хотите Чтобы он выглядел красиво У нас есть вот такой вот Прекрасный пример Человек построил Сруб Одноэтажный дом Из сруба В смысле Сруб одноэтажный Он стоит на подклете На каменном Но Этот сруб защищен Широченными свесами Более метра шириной По кругу Всего дома И Тогда мы с вами видим Что действительно бревна Выглядит просто Идеально Они прошлифованы Даже И покрыты Вот лаком И В таком случае Вот уже Вы не будете тратить Лишние деньги Для того чтобы Постоянно поддерживать Ваш сруб В надлежащем Ваш дом И сруба В надлежащем Виде Во всех странах Где строят дома Из бревен В северных И даже В Америке Там принято Делать широкие свесы Со всех сторон Над такими домами Чтобы свесы были Под фронтоном Широкие Вы понимаете Что потом Ваш дом Опять начинать Шлифовать И отдать все лето На то что вы будете Опять шлифовать Весь Ваш дом От того что там Облупилось И облезло И все опять будете Покрывать Каким нибудь Заморским Дорогим Средством Консервирующим А потом Самим лаком То это как говорится У вас Будет вам Огромных денег Стоить И вы потом Будете жалеть Что вы Понакрутили Или вернее Вам понакрутили Вот такие Выкрутасы В которые Можно засунуть Все полметровые Даже Обрезки В ваш дом Служите советы Умных людей Подписывайтесь На наш видеожурнал Горячий мастер Смотрите Ссылки под видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok